Здравствуйте друзья! Один из очень частых вопросов, которые мне задают, касается проходных выключателей. Внедряя систему умного дома в условиях готового ремонта и электроразводки, многие сталкиваются с необходимостью замены таких выключателей на управляемые, но при этом выясняется, что у производителей устройств умного дома таких попросту нет. В этом видео мы с вами подробно разберемся в этом вопросе. Предлагаю начать с самого начала, с самой обычной схемы, когда у вас есть один выключатель и один светильник. Внешне все просто, нажатие на клавишу включает или выключает свет. Как работает эта схема? Чаще всего в условиях готового ремонта разводка освещения выполнена таким образом. Нулевая линия заходит прямо на светильник, а через выключатель проходит фаза. Хотя если нуль тоже идет через подрозетник, в сути это не меняет, просто дает возможность при замене, поставить умный выключатель с нулевой линией. Выключатель находится в одном из двух состояний, фазовый провод либо замкнут, либо разомкнут. Теперь мы добрались до проходной схемы, если говорить в общем, то схема осталась та же, нулевой провод идет на светильник напрямую, фазовый через выключатели. Только теперь их два. На входе и выходе все тот же фазовый провод, а вот между выключателями их два. Это дает возможность управлять светом одновременно с двух точек. В таком положении фаза разомкнута, так как правый выключатель соединен с верхним проводом на схеме, а левый с нижним. Если нажать на клавишу правого выключателя, он переключит входящую фазу на нижний провод, который, в свою очередь, через схему левого выключателя попадает на исходящий фазовый провод, соединенный светильником. Свет загорится. Нажимаем на левый выключатель, исходящий провод соединяется с верхним проводником и цепь разрывается. Так достигается равноценное управление одновременно с двух точек. Но такая схема подключения не подходит для управляемых выключателей, потому что им самим нужно питание, в таком положении его обеспечить можно только если подвести его отдельно. Тем не менее, заменить проходные выключатели на управляемые все же можно. Наиболее простым для реализации мне видится такой вариант. На месте одного из проходных выключателей, например правого, но можно и левого значения не имеет, соединяем фазовый провод, в данном случае входящий, с одним из проходных проводников. Теперь оставшийся выключатель работает по стандартной схеме, которую мы рассмотрели в начале, сейчас он выключен, а так включен. Третий контакт тут уже не функционален, достаточно двух входящий и исходящий фазовый провод. Именно эти контакты и присутствуют на управляемых выключателях, они обычно маркируются как L и L1. И теперь можно установить управляемый выключатель без нулевой линии, например Акара Е1, ссылку на обзор вы найдете в описании. Схема подключения стандартная, разрыв фазы. Для питания такого выключателя достаточно тока, протекающего через цепь нагрузки, однако у него все же есть требования к минимальной мощности. А поверх того места, где находился второй проходной выключатель, устанавливается беспроводный выключатель, который будет дублировать проводной через автоматизацию. Примерно так. Управление точно так же, как и было из двух точек. Но при этом вы можете устанавливать сколько угодно беспроводных выключателей без привязки к местоположению и необходимости тянуть дополнительные провода и создание сложной электрической разводки. Кроме выключателя, в этих автоматизациях могут участвовать различные датчики, движения, открытия, присутствия, временные интервалы, уровни освещенности, внешние события и т.д. Есть ситуации, когда нужно сохранить существующие выключатели, например из-за дизайна. Тогда на помощь приходит управляемый реле для подрозетника. Ссылку на обзор такого вы также найдете в описании. Подключение самого реле не отличается от подключения выключателя, входящий фазовый провод на контакт L, исходящий на L1. Реле устанавливается внутрь подрозетника, а механический выключатель поверх него, подключаясь к контактам внешнего управления, в данном случае S1 и COM. В некоторых случаях такой контакт 1 на него подается входящая фаза. А в том месте, где стоял другой проходной выключатель и теперь провода соединены жестко, можно применить конструкцию с гирконом. Ссылку на подробное видео вы также найдете в описании. Если коротко, то механические контакты выключателя будут замыкать и размыкать цепь с гирконом датчика открытия, тем самым имитируя работу логического беспроводного выключателя. Таким образом сохраняется и внешний вид и добавляется управление через умный дом. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете поддержать развитие канала, став его спонсором, либо оформить подписку на сервисе Patreon, или сделав небольшой донат на BuyMeCoffee. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео размещены ссылки на мои видео по данной теме, сервисы для материальной поддержки и мой телеграм-канал. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok